Министерство труда, добрый день. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Юлия Прилепская в день принимает в среднем до 50 звонков. Самарцы спрашивают, как подать заявление о неполной занятости, зарегистрироваться на интерактивном портале, какие документы нужны, чтобы встать на учет в Центр занятости. Больше понимаешь проблематику людей, с чем сталкивается народ. И понимаешь, что, возможно, не всегда информированы должным образом. Либо же информированы, но неправильно трактуют эту информацию. Горячая линия работает уже несколько недель. За это время на нее позвонили около 10 тысяч раз. Самый популярный вопрос – кто может работать в режиме самоизоляции и как оплачиваются эти дни тем, кто остается дома. Интересуются и тем, как встать на учет в Центр занятости населения и получить пособие по безработице. Обращаются и с жалобами на работодателей, данные которых, если нарушения прав будут установлены, передаются в администрацию, Государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор. Сначала с недобросовестным работодателем проводят разъяснительную беседу. В случае повторных нарушений привлекают к административной ответственности. Всего от населения поступило 500 таких обращений. Пожаловаться можно анонимно. Для нас, конечно же, если речь идет о жалобе, очень важно полностью идентифицировать именно работодателей. Мы просим граждан называть наименование, телефон, адрес феодиректора, возможно, если кто-то знает ИНН, ОУГРН. Потому что в данном случае, когда мы обладаем полной информацией о работодателе, мы можем, соответственно, более оперативно среагировать, принять меры. На горячую линию, которая работает для жителей региона, звонят и из Москвы, Оренбурга, Татарстана, Санкт-Петербурга. Операторы, а их 34, помогают всем. Звонки принимают в будни с 9 утра и до 6 вечера по номеру, указанному на экране. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.